Посмотрите, насколько умело, тонко действуют, дальновидно действуют азербайджанцы. С их точки зрения, никакого Нагорного Карабаха не существует. Ну, Арцаха, нам, армянского. Это незаконное образование. Такое же, как мы считаем ДНР и ЛНР. Тем не менее, они заключили промежуточное соглашение с Арменией. Когда-то по нему, где-то в том или ином варианте был призван его статус. Позволили его существовать, позволили войти российским миротворцам. Потому что страна, которая имеет дальнюю стратегию, в которой все рассчитано, и глобальным фронтом наступая, интригуя на всех делах, создавая систему зависимости, в которой запутывается их враг, как восточный ковер, может позволить себе куда более рисковые вещи. Если посмотреть внимательно на это соглашение 2020 года, оно очень многих азербайджанцев выбило из Кали. И они говорили, да все, как же, столько воевали, столько потеряли, ради чего? Чтобы вот такое, по сути, некоторые горячие головы могли бы сказать, что это их Минск-1 и Минск-2. Ну, хорошо, прошло три года, и где? И они формально могли бы сказать, да мы вас никогда не признавали, и нам от вас ничего не нужно, никакого документа просто нет, у вас у Арцаха и все. Но они сделали так, что президент, в кавычках, подписал. Они имеют бумагу теперь. Все дальнейшие арбитражи, споры, вопросы по имуществу, по переселенцам, и куча-куча исков от частных лиц организации и так далее, исторические претензии, теперь во все договора, в учебники истории войдет что? Армянин, глава Арцаха, подписал к фазе государственного образования, подписал добровольно акты его прекращения. Не азербайджанцы силой выдавили и заставили, потому что это за этим и началась бы целая судебная история. Иски от перемещенных лиц, там, за разрушенные дома, убитые россияни, государственные и прочее, каких хочешь. Нет, подписали, так и нет прецедента. Понимаете, ну? И они очень мудро и дальновидно действуют. С одной стороны, как бы, ну, мы же не признаем, так называемая ЛНР, да? Марионидовичная власть Крыма, не признаемая власти Херсона, так называемая назначенная Херсонская Запорожья областью российской. Но вопрос, как мы будем действовать в этой ситуации, очень интересный. Конечно, может быть, Украина, она страна, она, которая намного больше Азербайджана, из-за заветующего ресурса и выйдя там, из большей поддержки, выйдя на исторический размах, мы можем просто довести до безоговорочной капитуляции, снести их нафиг и все. Но азербайджанцы в ином положении, и они очень четко рассчитывают каждый шаг и получили официальный ум, который они будут закрывать очень много вопросов от юридических, заканчиваясь историческими обоснованными претензиями, так называемыми и так далее. Они давят рецидив зародыша, потому что любой рецидив, любая полемика рецидива в Армении, в армянской диаспоре, где бы то ни было, будет упираться в этот документ. Так не существует же уже государство. Что возрождать? В отношении чего осуществляют рецидив? Или даже риторику рецидива? Кроме того, таким образом они косвенно, почему косвенно? Весьма прямо помогают Пашинянам. Пашинян прекращает сидеть на растяжке и становится полноценным лидером Армении как государства. Нету никакого там образования, где сидит, на котором сидел и паразитировал клан его политических противников. Нету двоевластия. Пусть маленького, такого своего рода, но двоевластия. Они ликвидируют это двоевластия. И его позиция, которая состоит в том, чтобы раздавить карабахский клан и порвать с Россией, а за этим неизбежно стоит улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном, теперь закреплена еще юридически. И вот эта способность тонко рассчитывать, начиная с точечных ударов, которые наносят системных их армия, заканчивая политикой, дипломатии, экономическими отношениями, переговорами, закрепление каждого шага соответствующим документам, вот этому надо, конечно, учиться. У нас стратегия может быть другая. Тут надо учиться. Это не значит, что мы с ЛНР, ДНР, прости господи, должны подписывать все так называемые какие-то документы. Уже подписали, слава богу. Но как бы не надо так повторять. Так вот, я имею в виду Минск-1, Минск-2. Но тонкостью шахматная партия рассчитана на 30 с лишним лет политики. И вот этому надо учиться, конечно. Продолжение следует...